Так начинается наше знакомство с волонтером Юрием. Даже сейчас ему удается развозить в разрушенном и окруженном российскими оккупантами с севера Донецка гуманитарную помощь. Те немногие, кто остался в городе, уже долгое время практически не выходили из укрытий. А сейчас во время ожесточенных уличных боев безопасных мест в городе не осталось. Вот и падает нам на голову. Она еще даже не почернела, потому что еще остывает. Россияне буквально поливают из севера Донецка огнем. Мы едва успеваем забежать в обычный подъезд, где нет даже подвала. Вот сейчас смотрите, будет сыпаться дождь. Это от снаряда, да? Миномета. И ты его каждый день под такими вот обстрелами разводишь? Каждый день. Ну, люди кушать готовят, а нож прилетает. Потом, откуда жертва, откуда раненый. Потому что люди пытаются как-то выжить. Нету ни света, ни воды. Вон, на кострах, везде все. Вот даже вот сейчас надо, может, кому-то помощь везти в больницу, а мы даже туда не можем прорваться. Просто взяли и уничтожили такой красивый город, уничтожили жизни людей. Мы жили спокойно, взяли и уничтожили все. А в подвалах там сейчас где бомбят, ну, сколько, 37 человек сидят, по 40, дети еще. Не хотят же выезжать. Верный помощник Юрия Шарпей по кличке Бен. Пес так привык к разрывам снарядов, что иногда даже выбегает из подъезда прямо во время обстрела. Бен, иди сюда, иди в подвал. Правую дай, правую, левую. А теперь пять, давай. Давай пять. Он постоянно со мной. Когда выстрел смотрит на меня и на подвал, на меня и на подвал. Бывает шмых, сам он из подвала выглядывает. А вот это была ракета. Полетела. Вон, что это же. Ребенок он. Да, мой. Где бомбардошка? Кто там? Чужой? Садись, жди. Садись, садись, жди. То есть у нас уже последние два дня, то было как-то более безопасно ездить. Более как-то, ну... А сейчас вообще беспорядочная стрельба идет полностью по городу. То есть нет ни одного двора, ни одного места, где было бы безопасно. После двух часов подъезда, когда обстрелы ненадолго утихли, мы выходим на улицу. Дом напротив в огне. Вот так вот российские оккупанты не дают возможности нам отвезти гуманитарную помощь в больницу, где остаются на сегодня три врача, один интерн и семь медсестер. Попасть в больницу нам с трудом удалось лишь на следующий день. Ровно год назад я проходила лечение в этой больнице и лежала на шестом этаже, буквально в той палате этого медучреждения. Сегодня больница разбита. Несколько снарядов прилетело в это здание. Вы можете видеть последствия действий. Вот такими вот снарядами усеян просто медгородок в северодонецке. Этот снаряд не разорвался. Те, которые разрываются, приносит непоправимый ущерб медгородку. Сзади меня вы можете видеть один из корпусов, а на фоне слышны взрывы вот таких вот снарядов возле медгородка. Все 10 корпусов у нас сегодня медгородка разбиты и оказывать помощь людям очень-очень сложно. Прямо в коридорах истекающим кровью мирным жителям оказывают первую медицинскую помощь. И тут же отправляют людей в ближайший более или менее безопасный город, например, Бахмут или Днепро. О стационарном лечении в северодонецке под постоянными обстрелами без воды, света и газа и речи быть не может. Несколько дней назад трое местных медиков пропали без вести. Их машину нашли взорванной. Сколько еще продержатся медучреждения в таких условиях, тут сказать не берутся. Город уже частично оккупирован россиянами, цель которых – полностью захватить временный областной центр Луганской области.